всем привет с вами максим и сегодня мы рассмотрим смартфон джинка трезер с 1 очень простой бюджетник за 6000 рублей что он нам предлагает мы сейчас как раз узнаем здесь очень простой такой дизайн достаточно задняя крышка перфорированная немножко стоит сказать что аппарат несмотря на свои компактные размеры достаточно острый по краям но тем не менее весьма удобно используется что одной что другой рукой экран 4 5 дюйма здесь IPS матрица 480 на 854 точки есть инверсия конечно под наклонами матрица дешевенькая жалко что олефобного слоя здесь все-таки нет он бы не помешал но тем не менее экранчик достаточно хорошо скользит и неплохо оттирается никаких металлических вставок здесь нет хотя сделано своем роде таком под металл выглядит все это просто но ощущается добротно собран от хорошо она не скрипит не прогибается расположение элементов здесь стандартная здесь ничего у нас тут сверху порт под наушники и под micro usb это позволяет нам при зарядке использовать устройство спокойно другой рукой например или одной из рук до провод находится сверху вам здесь ничего не мешает это скорее плюс чем минус но расположение не самое удобное наверное не самое привычное сравнению с другими современными устройствами под экраном три кнопки сенсорных ничего особенного стандартные функции все динамик тоже ничего особенного сзади громкий но не очень чистый тоже ожидать чего-то большего здесь и не приходится камера 5 мегапикселей но в бенчмарках и в тестах она подняется как 8 мегапиксельная скорее всего здесь используется интерполяция и с камерой связаны некоторые неприятности например так и непонятно какая здесь фокусировка то есть камера пытается делать вид что здесь есть автофокус то есть мы вас даже пытаемся что-то навести но он по факту она ничего не nào ладит никуда то есть не сама не наводит четкости нет не по пальцу не наводит то есть макро сначала не реально скорее всего здесь просто фиксированный фокус который пытается казаться автофокусом также никакого движения в линзе тоже не ощущается при фокусировке с видео то же самое, качество форшивенькое получается, но собственно этот аппарат не для съемки фото и видео, а скорее для звонков для сообщенников, для переписок мессенджеров, для этого его хватит все-таки ожидать чего-то большего от аппарата за 6000 рублей было бы наверное глупо, тем не менее телефон позиционируется как некоторое в некотором роде императорское сокровище на официальном сайте, видимо для тех кто не особо притязателен в выборе, скажем так и наверное что-то здесь необычного такого найти и не удастся при всем желании то есть неплохо собранный добротный такой бюджетник за 6000 рублей, повторюсь еще раз, скорее всего до кризиса он хотел бы дешевле намного радует здесь несколько вещей а именно больше всего то, что никакого мусора в системе не установлено, то есть у нас здесь все чистенько голенько, только свои иконки и свои экраны банкировки, ну и в настройках можно отметить вот такую вещь, которая называется уведомление блокировки на экране блокировки все, больше ничего здесь не не замусорено, не захламлено полностью голый android 4.4.2 понравится тем, кто хочет просто быстро и стабильно работающее устройство но рассчитывать на какие-то обновления тем более до Lollipop не приходится в любом случае под крышкой здесь находится два слота под симки, микросим и обычная слот под карту памяти и батарейка 1900 мАч ее хватает на день использования если не сильно мучить аппарат, на полдня если сильно мучить, если смотреть фильмы, то где-то за час HD видео аппарат разъезжается на 36%, то есть на пару фильмов его хватит, а если SD качество поставить, скачать, то возможно чуть больше. По бенчмаркам здесь все весьма простенько и бюджетненько 19000 самый низкий результат здесь в таблице не самый низкий в принципе но весьма простой весьма бюджетный как и полагается этому устройству с начинкой с такой здесь МТА 6582 МТК чип Mali-400 графика 1.3 Гц процессор и 512 мегабайт приоритетной памяти всего так что на что-то риску соемка можете не рассчитывать в принципе смотрите результаты достаточно низкие например на фоне неизуемых 4 на 4.4.2 чуть меньше чем у Zenfone 2 на 5.0 а вот с графикой все неплохо хватает ее на 50 кадров в секунду высокого качества в тесте Epic Stadel это значит что игрушки уровня D3R2 Asphalt 8 на средней или даже на минимальной графике пойдут весьма неплохо с нагревом тоже здесь все неплохо но здесь судя по всему заблокирован температурный датчик и он не показывает нам нагрев за полчаса тем не менее частоты не проседают и нагрев ощущается небольшой в районе вот задней части где-то здесь то есть все в этом плане тоже неплохо вот они частоты доступно для пользователя здесь всего ничего памяти внутренней 4 гигабайта по умолчанию из них два под приложения различные системные не только а для пользователя всего 500 мегабайт из них осталось уже видите 80 мегабайт то есть если поставить одну игрушку какую-нибудь удалив все уже тесты которые здесь были до этого то например вот игрушку уровня D3R то естественно чего-то большего уже сюда поставить не получится если вы конечно не используете для этого microSD карту и не выберите ее в качестве места сохранения данных по умолчанию в настройках устройства вот как раз перед нами D3R2 здесь минимальная графика сейчас стоит это подтормаживание нет на минимальной графике все идет плавненько и жестко конечно эффекты далеко здесь не все ну и думаю этого в принципе достаточно для небольшой демонстрации игровых возможностей этого устройства которые очень скудны но тем не менее достаточно для каких либо таких простеньких забегов в метро например и прочих самых простейших игрушек не требующих сильно много ресурсов устройства в итоге за 6000 рублей мы получаем достаточно сбалансированный аппарат тем не менее с весьма простыми характеристиками непригодны наверное больше ни для чего как для звонков переписок и простеньких игрушек если вам то достаточно ищите в магазинах сейчас уже много где можно найти аппараты джинга естественно такие устройства скорее всего уже будут пользоваться спросом сейчас стабильность рубля вызывает большие вопросы и недорогие добротные устройства по-любому найдут своего покупателя джинга трезер 1 как раз из таких если вы не знаете например что у него бюджетная начинка весьма и там посмотреть на экран можно подумать что он выглядит чуть дороже даже чем есть и это скорее всего плюс что правда не делает его сокровищем для всех и каждого но тем не менее оставляет его добротным простым аппаратиком для не самых привередливых пользователей которым нужно просто хороший аппарат который позволит совершать какие-то привычные повседневные задачи с вами был Максим спасибо за внимание смотрите наши другие видео ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал до свидания до свидания до свидания до свидания